дорогие друзья уважаемые дачники садоводы любители гортензии это питомник-гортензия.рф также розовое-дерево.рф с вами андрей малышев хотел вам показать что у нас сейчас продажи появились наконец-то рода дандрона очень многие спрашивали очень многие ждали и у нас они есть если момент мы вечно зеленый в этом году будем продавать только осенью и на фестивале который пройдет москве москва флауэр шоу с 15 июля по 24 июля там будут вечно зеленые тоже в продаже как и листопадные сейчас пока вечно зеленый мы не продаем ну по сути размер пока не позволяет их продавать поэтому ждем приростов что касается листопадных рода дандронов какие вы сейчас можете купить то есть купить вы можете рода дандрона который действительно постарше то есть это не малыши которые буквально возрастом один два года два или полтора даже года которые мы раньше продавали которые будете ждать долго цветения здесь уже получаете растение которые либо имеет цветочной почки либо еще не имеет а при этом имеет хорошие размеры для примера вот это вот нас рода дандрон под названием орхит лайтс если кто не знает серия рода дандрон флайтс является одна из самых зимостойких серий сегодняшний ну по сути сезон в мире дальше здесь у нас рода дандрон лютеум желтый это который запахом душистый ароматный который все называют запахом клейма это он и есть то есть нас потрясло смотрите какие мощные шикарные саженцы это контейнер c2 литра вот следующий у нас рода дандрон это японский лососевый как мы называем коралловый кстати это тот рода дандрон который имеет действительно самые красивые цветы в истории с цветением по сути рода дандрон лососевый не сравнится ни одна разновидность из всего перечисленного но совокупности рода дандрон лососевый надо сажать вместе с японским кремовым потому что кремовый это такой же как и лососевый только имеет белые цветки вот это огромное достоинство между вот этими двумя красавцами также рода дандрон лососевый у нас присутствует вот в таком же размере но не имеющий цветочных почек то есть примеру вот это цветочными почками то есть по цене 1500 рублей и к примеру рода дандрон без цветочных почек по цене 1200 рублей разница возрасте у них одна принципе и нету но здесь имеется цветочная почка бывает одна бывает 2 бывает 3 но в любом случае если цветочная почка имеется то они по цене подороже то есть 1500 рублей вот такой у нас стоит 1200 рублей но ничем не хуже я вам скажу что даже если он не цветет вот даже если у него нет цветов сейчас это ничего плохого нет в этом в этом году будут хорошие приросты то есть высоту они будут достигать сантиметров 30 высоту и просто каждая ветка заложит цветочную почку на следующий год даже вот эти низкие маленькие которые идут от корневой шейки учитывайте тот момент что рода дандрон растут на кислых почвах сейчас я немножко объясню и вот еще рода дандрон очень интересный это рода дандрон под названием атлантический вот он у него тоже присутствует такие вот голубовато ну как бы они сиренево немножко цветы здесь даже более розовый наверное а у этого более сиренево и они по размеру покрупнее еще здесь нету канадский белый канадский сиреневый есть они уже единство что отцветает уже вот так же есть рода дандрона у нас фейерверк красный фаербол красный набука красный golden lights желтый также присутствует такая разновидность рода дандрона под названием сейчас вам скажу это кастырианум розовый кастырианум темно-розовый кастырианум белый вот даже такие вот разновидности у нас есть продажи и представьте себе какое изобилие сортов вы можете иметь на своем участке в своем саду главные аспекты посадки когда вы сажаете рода дандрон вы копаете яму не то что лунку для вашего растения когда вы купили и выкопали лунку посадили тоже песчаную почву рода дандрона такой почве расти не будет поэтому если вы хотите посадить рода дандрон купите но не пожалейте купите сейчас вам покажу вот такой вот зеленый пикет торфа называется торф агробалт он идет очень кислый называется он торф сфагновый нос от слова сфагнум до мог сфагнум вот кислотность у него 2535 можно даже 45 так как рода дандрона предпочитает расти на слабокислой земле это 5 и 5 вот но в любом случае в чистый торф не сажайте перемешивайте его обязательно с лесной землей то есть это из-под сосны из-под ели можно забрать перепревший хуйную подстилку и я если честно советую использовать мог сфагнум который растет в лесу который то у нас тоже кстати можно приобрести как и торф примерно в соотношении 30 процентов мха сфагнума и 70 процентов верхового торфа замешивайте перемешивайте и сажаете если мха нету и нет желания за ним идти но у вас есть суглинок это что очень хорошо либо глина тогда 30 процентов глины то есть садовой земли и 70 процентов верхового кислого торфа перемешивайте проливаете сажаете другой момент нет нет вообще не глины и не мха в лес ходить не хочу что делать но хочу посадить рода дандрона используйте при посадке полностью верховой торф кислый вот этот именно его используйте немножко добавляйте своей садовой земли пусть даже песка буквально процентов 15 и добавляете гидрогеля он продается лучше использовать немецкий гидрогель из расчета 40 грамм 40 грамм получается так яму у нас получается глубина 40 на 60 это 120 литров грунта то есть 40 грамм гидрогеля это значит на такую посадочную яму надо таких три пакетика по 40 грамм и тоже замешать пролить это будут желеобразные гранулы которые в течение там порядка пяти лет будут питать растений влагой нужным количеством после посадки то есть яму перемешали уплотнили пролили обязательно сажайте рода дандрона не заглубляя корневую шейку то есть сажайте так как они сидели в горшках то есть этот сырничок мы сейчас берем вот сорняки обязательно только выпалываем ни в коем случае не не рыхли им почву потому что у рода дандрона поверхностная корневая система поэтому рыхлить грунт поверхностно то есть вот здесь вот рыхлить почву у рода дандронов ни в коем случае нельзя то есть огло ага огромные аспекты то есть когда вы выкопали яму посадили на уровне не заглубляя корневую шейку потому что иначе снизу не будут пропасы просыпаться новые побеги и растение будет у вас просто остановится в развитии и ну толку не будет она будет жить вот в таком размере еще и десять лет а то может и погибнуть вот поэтому корневую шейку не заглублять если заглубили пересаживайте сажайте чуть выше потом еще такой момент стричь рда дандрона нельзя так как формируется цветочной почки на конце побегов осенью вносится фосфорно-калийное удобрение монофосфат калия для примера там либо пролонгированные можно использовать удобрение либо яра кристаллон есть продается можно использовать плантофол 515 45 то есть любые с повышенным калием калий фосфор весной мы вносим удобрение база код плюс 3м это немецкое пролонгированное удобрение вносится весной в мае месяце она самая лучшая вносится поверхностно вокруг приствольного круга и спас и пали можете не заделывать почву но есть у вас допустим замульчирована корневая шейка просто мульч убираете присыпаете проливаете водой обратно мульча загребаете мульчировать можно как и торфом так и корой лиственницы сосны ну что вам нравится геотекстилем я бы не стал застилать здесь потому что не хотите допустим ухаживать не хотите получить сорняки застилайте геотекстилем но только другой момент обязательно сверху оставляйте приствольный круг хотя бы 60 80 сантиметров в диаметре и засыпайте уже корой есть у вас газон обязательно газон ограничивайте от посадочной ямы рода дандорна чтобы не было проблем будущем зала и известь доломитовая мука для рода дандорна это яд запомните раз и навсегда это вам не роза это вам не клематис это вам не пион этого мне малина это рододендрон как и голубика как и верески как и клюкву черника все семейство вереску культур поэтому земля обязательно слабо кислая голубика любит кислую вот поэтому заказывайте розовый-дерево.рф наш сайт там можно посмотреть список сортов канал youtube розовое дерево питомник-гортензия.рф это тоже мы также телеграм-канал питомник-гортензия.рф только один канал больше телеграме нас их нету обязательно смотрите на наши телефоны они на сайте указаны а также группа вконтакте питомник-гортензия.рф вот инстаграм пока пользуемся ну если интерес есть то посты мы тоже укладываем вот так что звоните заказывайте с вами был андрей малышев до новых встреч